Если крикнет рать святая, брось ты Русь, живи в раю, я скажу не надо рая, дайте родину мою. Это кто? Кто написал это? Знакомый? Да, конечно, это классическая. Знакомый ты шо? Боже мой. Естественно, потому что я вам еще раз показываю, что эти люди, они вопреки России существуют. Ничего себе. Вы, на самом деле, не помните эти струки? Да, я струки-то помню, автора не помню. Ничего себе, совершенно забыла. Я вам полностью могу это прочитать, это Сергей Есенин, ну как, ну что? Есенин, да, конечно. Да ладно, вы тоже не помнили, подсмотрели. Я хотел найти полный текст, понимаете, но это конец, на самом деле, стихотворения. Но проблема не в этом. Я думал, что, вот у меня был, я помнил автора, я не помнил, что это вообще финал. Я почему-то думал, что это начало, а это финал. Это финал. Но. Это финал, это прозвучало много знаний. Я думаю, что вот это противопоставление Есенина и Путина, это вот то, чем отличается русский человек от чекиста. Например? Ну нет, у Путина нет родины. Вот у Сергея Есенина эта родина была. Дайте родину мою, не надо рая. А Путину нужен рай, ему совершенно все равно, какой страной руководить, где воровать, лишь бы потом было, лишь бы было хорошо, понимаете? Не скажите, не скажите, но это не скажите, это вы преувеличили. Почему? Ну как это же, Россия, это же, он чувствует, что это не собственность. Ну и какая-то, могла быть другая собственность какая-нибудь, могла быть не Россия, а не важно, что другое какое-нибудь государство. Ему все равно, какого-то, в том-то и дело, что Есенину было не все равно, где там это, гулять и молить, а Путин абсолютно все равно, где гулять и где молиться. Он просто считает, если собственности не будет, мы будем в раю. Рай лучше России, понимаете? Вот это что? Рай лучше России, а для русского человека настоящего, каким был Есенин, Россия лучше рая. И поэтому, безусловно, Путин, поэтому Путин не патриот России, поэтому он и враг России, потому что для него Россия ничего не значит, понимаете? А что это он о рай заговорил-то? Это же не свойственно ему вообще. Ну почему? Слушайте, это же была просто фраза для красного словца, что типа мы, они нас убьют, мы их убьем. Это обыкновенная стратегия. А, это просто поговорили по душам. Нет, это вообще стратегия ядерного сдерживания. Ничего нового в этом нет, вообще не вижу. А, что он сказал? Это стратегия ядерного сдерживания. Скатываемся снова? Нет, но она вообще так и звучит. Если они нас уничтожат, мы их тоже уничтожим. Но мы скатываемся в то время снова, Виталий? То есть будут другие расклады? Ну нет, подождите, если есть четкое понимание того, что если они нас убьют, мы их убьем, то есть понимание, что они нас тоже могут убить. То есть никуда мы не скатываемся, ничего не меняется. Это как раз не статичная вещь, просто красивый образ человека, лишенного чувства Родины. Ну так бывает иногда, очень часто политики лишены чувства Родины в авторитарных странах, и все равно в какой стране воровать. Я ему серьезно говорю совершенно. Вот эта фраза Путина невольно выдала то, что он не имеет ни к России, ни к русскому народу никакого отношения. Что он готов погубить Россию ради рая. Понимаете?